Вручение Нобелевской премии мира главному редактору российской новой газеты Дмитрию Муратову это очередной сигнал российским элитам, как Запад представляет себе будущее России. И ничего нового в этом его видении за 30 лет не появилось, пишет обозреватель КП. Ру Сергей Мардан. В качестве идеальной морально-этической альтернативы Путину, Запад по-прежнему видит российскую демшизу с ее общечеловеческими ценностями и безальтернативным европейским выбором. Для Запада даже Алексей Навальный с его фальшивым национализмом слишком радикален, слишком опасен. А вдруг он и правда считает, что Крым наш и у России есть свои национальные интересы. Свят, свят, свят. Западу нужна Россия абсолютно стерильная, точнее, кастрированная. С ЛГБТ-повесточкой, с покаянием за страдания малых народов, выплатой репараций, бесчетным жертвам советской оккупации и сталинских репрессий. Все, как любит новая газета и ее бессменный главный редактор. Вот такое мировоззрение должно быть у правильного морального авторитета, которым должен стать для России новый Нобелевский лауреат. У Нобелевского комитета с Россией в этом смысле раньше не очень получалось. И Бунин, и Пастернак, а особенно Солженицын, упорно топили за русский народ и христианство. Но с Муратовым такой неприятности, конечно, не случится. Какой ему русский народ, когда чеченских геев притесняют? Кстати, о геях. Мы в силу своей политической незрелости не прочувствовали, насколько то была мощная и трендовая тема. А судя по всему, именно статья про чеченских геев принесла Муратову 1,19 миллиона долларов и всемирную известность. ЛГБТ-повестка остается пока самой важной историей для прогрессивного Запада. Это моральный маркер, мерилоэтичности, рукопожатности любой публичной фигуры. Так что всерьез удивляться тому, что Дмитрий Муратов получил Нобелевку. Просто наивно и глупо. Примечание русской весны, оценка жизненного наследия Солженицына в России неоднозначно и неоднородна. И если аудитория Ельцин-центра поклоняется ему и повторяет слова «Жить не по лжи, как мантру и заклятие», то обычные простые люди, муралы с изображением Солженицына обливают красной краской. Забыл автор и Михаила Шолохова, советского писателя, который получил Нобелевку в 1965 году за один из главных романов русской литературы «Тихий дон». И не случайно с Солженицына началась травля Шолохова за то, что якобы не он является автором «Тихого дона». Редактор субтитров А.Семкин